Как вы уже поняли, мне досталась традиционная для меня тема системной терапии ракомолочной железы. Я, конечно, не буду останавливаться на стандартах. Я надеюсь, что мы достаточно уделяем времени разъяснению того, как должно в стандартном виде проводиться лечение ракомолочной железы. Я, наверное, сделаю акценты на последних исследованиях, которые или уже изменили нашу практику лечения больных ракомолочной железы, или изменят ее в ближайшем будущем. Начну с раннего ракомолочной железы и подчеркну еще раз, что мы стремимся сегодня при лечении пациентов, страдающих ранним раком, достичь оптимизации терапии с точки зрения разумного баланса эффективности и токсичности. Мы оцениваем риск прогрессирования и сегодня имеем довольно четкие и эффективные инструменты коррекции терапии и эскалации терапии в случае высокого риска рецидива заболевания, в данном случае под словом рецидив, я подразумеваю не локальный рецидив, а рецидив болезни как таковой, который чаще проявляется, кстати, отдаленными метастазами, которые являются, собственно, причиной смерти наших больных. И с другой стороны, пациенты, у которых мы можем оценить риск как низкий, являются кандидатами для деэскалации терапии, но при этом хочу подчеркнуть, что при и эскалации терапии, и деэскалации терапии мы, безусловно, ставим во главу угла не только переносимость лечения и качество жизни, но и отдаленные результаты, то есть снижение риска рецидива, увеличение выживаемости и отсутствие проигрыша при, например, деэскалации терапии в результатах лечения. Я скажу несколько слов о ХИР-2 положительном раке молочной железы, и вот на этом слайде я постаралась сконцентрировать все те исследования, которые легли в основу наших рекомендаций. Вы видите, что для этой подгруппы больных в последние годы достигнуты большие успехи, и здесь также часть исследований посвящены деэскалации терапии, часть исследований посвящены эскалации терапии. Все эти исследования мы в свое время рассматривали на различных форумах, и предпочеркнуть хочу, что стандартом терапии на сегодняшний день адъювантный и неоадъювантный является использование антрациклинов и токсанов или токсановых режимов без антрациклинов в сочетании с тростозумабом в течение одного года. Ну, как вы знаете, появление протозумаба и тростозумабом танзина уже позволили, исследования, которые проводились с этими препаратами, уже позволили их включить в режимы неоадъювантной и адъювантной терапии, и уже это закреплено в наших рекомендациях. И вот одно из последних исследований, доложенных на АСКО 2020 года, это попытка исследователей включить комбинацию тростозумабом танзина с пертузумабом и сравнить эффективность такой комбинации со стандартным режимом, включающим тростозумаб, пертузумаб и токсан. Ну, как вы видите, дизайн здесь довольно несложный. Больные, перенесшие хирургическое вмешательство с доказанным положительным ХИР-2 статусом, большинство этих больных имели положительные регионарные лимфоузлы, причем более трети больных четыре и более позитивных лимфоузлов, то есть в целом подгруппа сравнительно неблагоприятного прогноза. Дальше больные рандомизировались на две группы. Одна группа получала стандартную и привычную для нас терапию в виде трех-четырех курсов антрациклинсодержащего режима и в последующими тремя-четырьмя курсами или 12 неделями введения токсана в сочетании с тростозумабом и пертузумабом. Это тот максимально возможный объем лечения, который сегодня мы можем предложить пациентам подобной категории. Пациенты исследуемой группы получали ту самую новую комбинацию тростозумаба-эмтанзина и пертузумаба на протяжении одного года. И целью этого исследования было сравнить безрецидивную выживаемость. И на момент анализа результатов медиана времени наблюдения составила около 57 месяцев. Вот основные результаты, они изображены здесь графически и наглядно показывают, что новый режим с тростозумабом-танзином и пертузумабом не снижал риск рецидива болезни при метастатических регионарных лимфоузлах. Но что касается токсичности и качества жизни, то были выявлены некоторые различия. В частности, в группе ТДМ качество жизни было в целом выше, но, как это ни странно, лечение чаще отменялось из-за побочных эффектов. 27,4% соответственно. В том числе была выше частота гептотоксичности 3-4 степени. А вот в группе стандартной терапии с режимом АЦ, тростозумаб, токсан и пертузумаб была несколько выше частота кардиотоксичности. Еще один камень был брошен в огород антрациклинов. Но поясню, что эти споры до сих пор ведутся о том, можем ли мы отказаться от антрациклинов при лечении раннего рака молочной железы. И действительно есть довольно убедительные данные, говорящие о том, что как будто бы антрациклины не являются обязательным компонентом такого лечения. Но, тем не менее, хочу подчеркнуть, что эксперты, в частности эксперты Сен-Галинского консенсуса, они по-прежнему все-таки в большинстве с вами голосуют за включение антрациклиноводержащих режимов в схемы лечения раннего рака молочной железы. И пока мы боимся отказаться от этих наиболее эффективных препаратов при раке молочной железы. Вот одно из исследований многочисленных, которые посвящены этой проблеме, пациенты ХР2-положительным раком были рандомизированы на две группы. В одной группе проводилась химиотерапия без включения антрациклинов. Это известная нам схема, включающая токсаны, карбоплотин, атростузумаб, пертузумаб. А во второй группе три курса из вот этого блока были проведены с подключением антрациклинов. И в дальнейшем пациенты оперировались и оценивались, безусловно, процент достижения полной регрессии. Ну и вторичными конечными точками были оценка токсичности, безрецидивной общей выживаемости. Ну, самые первые и, так сказать, быстро получаемые результаты, касающиеся частоты лекарственного, полного лекарственного патоморфоза, вы видите на этом графике, и наглядно видно, что в обоих группах частота достижения полного патоморфоза была практически одинаковой. И вот результаты отдалённые, это трёхлетняя безрецидивная и трёхлетняя общая выживаемость. Вы также можете видеть, что результаты эти не отличаются, то есть антрациклины не прибавили в этом исследовании ничего ни к непосредственным, ни к отдалённым результатам. Но хочу подчеркнуть, что, разумеется, режимы в группе больных, которые получали режим с антрациклинами, была выше кардиотоксичность и частота вторых опухолей. Поэтому, наверное, очередные конференции, посвящённые планированию и стандартизации лечения раннего рака молочной железы, наверное, будут обсуждать вопрос о включении антрациклинов. Но хочу подчеркнуть ещё раз, что пока эти препараты входят всё-таки в стандартные схемы лечения. И ещё один важный аспект, который в последнее время уже стал стандартом, но, тем не менее, мы, так сказать, не всегда уверенно пользуемся этой опцией. Это капицитабин в адювантной поддерживающей терапии. Ещё одно исследование к двум предыдущим, рандомизированное, которое было посвящено оценке роли капицитабина при тройном негативном раке молочной железы в адювантной поддерживающей терапии. Очень простой дизайн. Инвазивный рак молочной железы. Пациентки ранних и местно распространённых стадий, которые завершили стандартное лечение, включавшее хирургию, различные варианты адювантной химиотерапии, лучевую терапию, рандомизировались в соотношении один к одному на две группы. В одной проводилась химиотерапия капицитабином вот в таком метрономном режиме на протяжении одного года, а вторая группа наблюдалась. Хочу подчеркнуть, что группа в целом была прогностически неблагоприятной, потому что вы видите, что более трети больных имели положительные лимфоузлы, более двух третий имели опухоли высокой степени злокачественности и высокий КИ-67. Вот результаты этого исследования, основные результаты. Вы видите здесь безрецидивную выживаемость, выживаемость без отдалённых метастазов и общую выживаемость. Ну, наглядно видно, что и безрецидивная выживаемость, и выживаемость без отдалённых метастазов были выше в группе больных, которые получали адювант на капицитабин. С точки зрения статистики, различий в общей выживаемости достигнуто не было, хотя есть некоторые тенденции к более высоким результатам в группе капицитабина. Это жёлтая кривая. Хочу подчеркнуть, что подавляющее большинство больных завершили полностью запланированный объём лечения, и дозовая интенсивность составила почти 85% от запланированной. Таким образом, если мы проанализируем исследования, имеющиеся к настоящему времени и посвящённые оценке капицитабина в адювантной терапии, то на настоящее время из трёх исследований два являются позитивными. Это хорошо известное исследование КРЕИТ, которое отличалось от двух других тем, что капицитабин назначался только больным, которые получили неоадювантную терапию и имели резидуальную опухоль после неоадювантной терапии. И второе исследование, оно было негативное, в котором все больные тройным негативным раком получали капицитабин. И вот прибавилось исследование, которое я только что прокомментировала, касающееся назначения капицитабина в метрономном режиме и показавшее, что всё-таки это более, так сказать, результативная опция, чем простое наблюдение. Таким образом, если мы говорим о стандартном лечении лекарственном раннего и местно распространённого рака молочной железы, то по-прежнему режимы с антрациклинами, токсанами и анти-ХЕР-2 препаратами предпочтительно, конечно, двойные блокады тростозумаба и пертузумаба и безантрациклиновый режим с карбоплотином остаются стандартом лечения ХЕР-2 положительного рака молочной железы высокого риска. Комбинация ТДМ с пертузумабом не показала большую эффективность, чем комбинация токсана, тростозумаба и пертузумаба. Ну, как я уже сказала, открытым остаётся вопрос о роли антрациклинов в лечении ХЕР-2 положительного, в частности, рака молочной железы. И всё-таки мы можем более, так сказать, уверенно и настойчиво обсуждать приём капецитабина с адъювантной целью в качестве такой поддерживающей адъювантной терапии при тройном негативном раке молочной железы. И как минимум два исследования показывают, что это эффективнее наблюдения. Метастатический рак молочной железы. Ну, безусловно, мне кажется, так сказать, наиболее ярким событием последних лет является появление и внедрение в клиническую практику большой, так сказать, такой обособленной группы препаратов, которые мы называем ингибиторами циклинозависимых киназ. Эти препараты назначаются в составе комбинированной гормонотерапии при люминальных ХЕР-2 негативных вариантах рака молочной железы. И сегодня мы уже не комментируем отдельное исследование, потому что уже существуют метаанализы. И вот, в частности, на этом слайде представлен метаанализ, проанализировавший все семь исследований с подключением ингибиторов циклинозависимых киназ. Эти семь исследований включили 4200 больных, то есть колоссальная популяция пациентов. И как каждое из этих исследований, так и метаанализ показали, что выигрыш при назначении ингибиторов CDK-4,6, выигрыш безрецидивной выживаемости во всей группе составил почти 9 месяцев, в первой линии 13 месяцев, то есть плюс более года к безрецидивному периоду, который был бы достигнут в результате гормонотерапии. И во второй линии это чуть меньший выигрыш, но тоже значимый для пациентов с метастатическим гормонозависимым раком. Хочу подчеркнуть, что при назначении ингибиторов CDK-4,6, во всех этих исследованиях, о которых я сказала, простите, перескочила, выигрыш наблюдался во всех клинико-патологических группах. И еще данные систематического обзора и метаанализа, которые также демонстрируют тот факт, что гормонотерапия в комбинации с ингибиторами CDK-4,6 превосходит по эффективности гормонотерапию одним гормональным препаратом. Причем были проанализированы эти данные и в сравнении с некоторыми химиотерапевтическими режимами. И было показано, что ни один из проанализированных режимов химиотерапии не превосходил комбинацию гормонотерапии по показателю времени до прогрессирования. Кроме того, гормонотерапия в сочетании с ингибиторами CDK, с ингибиторами цикленно-зависимых KINAS-4,6 обеспечивает статистически значимое снижение риска смерти на 24% по сравнению с гормонотерапией одним препаратом. Хочу напомнить, что основными целями при лечении метастатического рака для нас являются как увеличение количества жизни, то есть продолжительности жизни, так и улучшение ее качества. Поэтому вот такая комбинация с ингибиторами CDK позволяет фактически решить обе задачи, поскольку при относительно приемлемой токсичности такой вариант лечения увеличивает не только безрецидивный период, но и продолжительность жизни. На сегодняшний день эта комбинация считается наиболее эффективной при лечении люминального HER2 негативного рака молочной железы. Если вы помните, в свое время было исследование FALCON, которое сравнивало эффективность фуловестранта и анастрозола у больных метастатическим раком молочной железы, не получавших ранее гормонотерапию. Были довольно, так сказать, большие дискуссии относительно того, можем ли мы предлагать фуловестрант в качестве терапии первой линии. И вот это исследование было ключевым, позволившим, так сказать, зафиксировать для фуловестранта позицию в первой линии гормонотерапии. Вот вы видите основные результаты. Здесь оценено время до прогрессирования в сравниваемых группах. Хочу подчеркнуть, что в исследование включались больные, не получавшие ранее гормонотерапию. И выигрыш во всей группе больных был не очень таким выразительным, но достиг статистической значимости. Вот самые интересные результаты изображены на двух нижних графиках. Оказалось, что при отсутствии висцеральных метастазов фуловестрант имел довольно значимый выигрыш, более восьми месяцев. И, так сказать, он занял свое заслуженное место в тех рекомендациях, которыми мы с вами пользуемся. С появлением ингибиторов CDK4.6 появилась идея провести фактически аналогичное исследование, но с подключением с подключением вот этой группы препаратов. И такое исследование было предпринято, парсифаль. На этом слайде вы видите дизайн исследования. Он, в общем-то, очень похож на исследование Фалькон. Фулвестрант в сочетании с ингибитором CDK, в данном случае с паубоцикливым, сравнивался с эффективностью ингибитора ароматаза. В данном исследовании был использован элитрозол в сочетании с тем же самым паубоциклибом. Хочу подчеркнуть, что в отличие от исследования Фалькон, в это исследование допускалось включение больных, получавших ранее гормонотерапию. Вы видите, что эндокринную терапию получала значительная часть пациентов. И оказалось, что обе комбинации обладали примерно равной результативностью. На данном слайде представлено время до прогрессирования. Вы видите, кривые практически накладываются друг на друга, что говорит о том, что комбинация фулвестранта с ингибитором циклинозависимых киназ не превосходила по эффективности комбинацию элитрозола по сравнению с ингибитором циклинозависимых киназ. Хочу сказать, что появление ингибиторов циклинозависимых киназ и включение их в рекомендации и большая популярность этих препаратов создают много вопросов. В частности, насколько мы можем рассчитывать на эффективность последующих линий лечения, в частности, на эффективность химиотерапии после использования ингибиторов циклинозависимых киназ. И вот мне показался интересным абстрактный доклад, который был представлен в этом году на АСКО, в котором были проанализированы результаты химиотерапии первой линии у больных, у которых сформировалась гормонорезистентность в результате предшествующего лечения. И в том числе в анализируемую группу вошли и больные, которые получали ингибиторы циклинозависимых киназ. Но я опускаю за небольшим количеством времени все детали этого исследования, поскольку вы можете познакомиться с этим абстрактом в материалах АСКО. Но вот результаты основные мне показались очень интересными. Оказалось, что среди всех факторов, которые были проанализированы авторами, среди всех факторов, которые влияли на эффективность химиотерапии первой линии, предшествующая терапия ингибиторами циклинозависимых киназ была негативным предсказывающим фактором в отношении эффективности химиотерапии. То есть пациенты, которые получали ингибиторы CDK4,6, отвечали на химиотерапию хуже, чем все остальные пациенты. И второй, мне кажется, важный фактор, важный вывод этого исследования заключается в том, что наиболее результативным вариантом химиотерапии при гормонорезистентном HER2-негативном раке молочной железы среди всех прочих вариантов оказался капицитабин. Это касается не только больных, которые получали ингибиторы CDK4,6, а вообще касается всей группы больных, которые были проанализированы в этом исследовании. И вот вы видите, на этом графике кривая, которая соответствует капицитабину, она отображена зелёным цветом. И по сравнению с токсанами и другими вариантами химиотерапии больные, которые получали капицитабин, жили, имели большее время до прогрессирования, до неудачи лечения по сравнению со всеми остальными вариантами химиотерапии. Ну и последний раздел, который я, наверное, успею осветить, касается новому направлению, которое появилось сейчас в лечении рака молочной железы, в частности тройного негативного рака молочной железы. И хочу сказать, что это направление уже закреплено в рекомендациях. Это иммунотерапия. Я должна сказать, что рак молочной железы, конечно, наверное, не самый, так сказать, подходящий вариант для иммунотерапии, но применительно к тройному негативному раку молочной железы, где мы фактически не имеем каких-то альтернатив, кроме химиотерапевтического подхода, наверное, этот вариант лечения имеет право на существование. И мы уже знаем исследование Impation 130 с участием отеза лизумаба, которое показало эффективность при тройном негативном раке молочной железы такого подхода. И вот исследование KNO355, в котором пациенты тройным негативным раком молочной железы метастатическим получали комбинацию химиотерапии и пембролизумаба в сравнении с химиотерапией в самостоятельном виде. В качестве режимов химиотерапии использовались нано-дисперсный альбомин, связанный Паклитаксел, обычный Паклитаксел и комбинация гемцитабина и карбоплотина. В исследование включались пациенты с доступной информацией о PDL-экспрессии и основной конечной точкой было время до прогрессирования. И вот основные результаты этого исследования. Вы видите медиана времени до прогрессирования во всей популяции больных, медиана времени в подгруппе больных с индексом СПС больше или равно единице и результаты лечения в группе больных с индексом СПС больше или равно 10. И здесь наглядно видно, что наиболее высокие результаты с наибольшей, скажем так, дельтой в результатах были в группе больных с индексом СПС больше или равно 10. Еще одно исследование, которое мне показалось интересным, и мы также до сих пор не пришли к единому мнению о том, нужно ли проводить локальное лечение при первичном метастатическом раке молочной железы, поскольку ретроспективные анализы, они, так сказать, привносят большое количество ошибочных выводов по понятным причинам, а те два исследования рандомизированные, которые мы имеем, доступны, они фактически нам дают диаметрально противоположные результаты. Одно из них не демонстрирует никакого выигрыша в показателях выживаемости при локальном лечении первичном метастатического рака молочной железы. Другое исследование, наоборот, говорит о том, что больные вроде бы выигрывают от такого лечения. И вот еще одно исследование, которое также было доложено на АСКО этого года. Исследование подразумевало включение больных с четвертой стадии рака молочной железы, которые регистрировались, получали то оптимальное лечение, которое им было положено в соответствии с иммуногистохимическим фенотипом. И те больные, которые не прогрессировались в течение четырех-восьми месяцев терапии, дальше рандомизировались на продолжение вот этой системной терапии в самостоятельном виде, либо... Марина Борисовна, я прошу прощения, мне очень жаль, но я вынужден напомнить. Это последний слайд. И вот результаты, которые нам говорят о том, что это еще одно исследование, которое, в общем-то, выступает, его результаты говорят о том, что этих больных оперировать не нужно, потому что и общая, и безрецидивная выживаемость оказались одинаковы. А вот даже в группе тройного негативного рака молочной железы, подключение хирургического лечения, оно даже ухудшало результаты. Поэтому вот эта информация, мне кажется, тоже должна быть принята к сведению. Я благодарю вас за внимание.